Добрый день, мои дорогие зрители и гости канала. С вами Таша Моляр и вы на моем канале Жизнь без дублей. Наступил новый день. У меня сегодня в этом дне уже прям с утра очень радостное событие. Я первый раз на нашей плите что-то приготовила. Точнее не что-то, это кашу я сварила. Ну в общем делюсь с вами тем, что у нас наконец заработала плита. Кухня постепенно обживается и превращается в жилую. Шумная каша, сейчас будем завтракать. Вот очень довольна я плитой. Валер вчера ее сам подключил. Ну а сейчас поставим чайник и надо пойти собрать немножко урожая. Урожай. Соберем вот клубничку. По-моему там у меня огурчик вчера тоже созрел. Также по-моему там у меня уже рукулу можно собрать. Редиска у нас опять началась. Вот в общем сейчас с вами пойдем немножко пособираем урожай. Конечно я очень довольна. Я эту плиту ждала и вообще чтобы готовить на кухне, а не на этой электрической плитке. Сами знаете сколько. Уже можно сказать обалдела это ждать. Вот я конечно женщина терпеливая, но если честно, то сил моих уже практически не было. Слушайте, вот пока говорю, вышла в огород. Огород просто прет с каждым днем. Все на глазах, на глазах все растет. Ну что, давайте начнем с редиски. И рукулы наберу. Редиска очень меня порадовала. Вот вчера кстати я горох подвязала. Видите, сделала такие дуги, поставила на них, сетку натянула. Горошек у меня тоже очень хорошо стал расти. Вот помидоры, помните, я показывала, которые черри прошлогодние самоселом-то посеялись. Я их сюда отсадила. Ну так вот, они прямо по такой погоде пошли отлично расти. Так, сельдерей чешковы прямо укрепляется. Уже я его использовала тут в приготовлении мяса. Сейчас будем с вами искать редиску. О, смотрите какая, ну прелесть ведь. Шикарно, это так приятно. И так выйти и набрать свои редиски. Редиска это сорт ранний урожай. И видите, несмотря на то, что жара, она все равно растет. Ну прям выросла, я вообще горжусь собой и редиской. Так, редиска у нас уже есть. Теперь давайте посмотрим, что у нас тут руккола. Руккола, кстати, тоже отличная. Очень прям такие листочки. Нежные, хрусткие. Прелесть тоже. Прелесть это мое новое слово паразит. Кроме слова вот, теперь еще у меня значит и прелесть. Нет, ну если она и правда прелесть, что же тут сказать. Вот так вот, она прям рвется. Дальше продолжает расти. Очень удачно. В общем, такой букет у нас получается. Я думаю, что можно еще у Монгольда тоже пару листиков. Мне нравится добавлять его в салат. Он, конечно, имеет прикольный вкус, но очень приятный с ним салатик получается. Так. О, здесь и клубничка нас поджидает. Ну а пока давайте посмотрим, что у нас тут с капустой происходит. Капуста растет. Вот я ее, кстати, замульчировала. Наверное, я зря это сделала. Стала ей тут подгнивать она у меня стала. Но надо здесь ее открыть. Пусть она, наверное, подсохнет и проветрится. А то я ее замульчировала. После этого стало холодно, и моя мульча начала там гнить. Так, надо все это открыть. Пусть это все проветривается. А то мы такими темпами рискуем оставаться без капусты. Так что, наверное, в данном случае я их еще замульчировала и, знаете, полила сильно и закрыла. Это было неправильно. Явно, вы видите, решение. Вот, обрываю. Вон, видите, что творится. Так делать не нужно. Вот, но надеюсь, сейчас я ее оставлю открытой. Она подсохнет и у нас это прекратится. А так вообще вот завязываются уже качанчики. Вот они. В общем, эксперимент с капустой. Пока еще продолжается. Капуста еще с нами. Вовремя я, наверное, увидела, что. Хорошо, что я ее открыла и посмотрела вообще, что с ней там происходит. Да, то она у меня такими темпами тут вся заболеет из-за херей. В общем, если что, то так делать не нужно. Это было ошибочное решение. Вот. Приобрела положительный жизненный опыт. Вот так вот. Так, ну что, давайте и баклажаны проинспектируем. Кто там с баклажанами? Вдруг примерно такая же ситуация. Нет, с баклажанами все в порядке. Они выше, у них листья-то не лежат на мульче. Вот. А баклажаны, они прям уже какие-то монстры. Прям растут просто на глазах. Матереют. Матереют на глазах. Вот такие уже прям листья у них. Лопухи просто конкретные. Я, кстати, вот ни разу в жизни на самом деле не видела, как они цветут. Очень мне будет интересно посмотреть. Так, ну что, пошли в теплицу. Орвем огурец, соберем клубнику и будем завтракать. В процессе хочу с вами поговорить. Ну я же разговорчивая женщина. Ну вот, хочу поговорить. Так, вот Маша нас порадовала. Она и пойдет на сегодняшний завтрак. Я вчера, кстати, натянула сетку, видите, на потолке теплицы. Вот. Ну купила такую сетку для огурцов и натянула ее с помощью строительных стяжек. Вот. Очень удобно было натягивать. Прям просто отлично. Мне очень понравилось. Ну и, соответственно, сейчас мои огурцы. Вот уже изумрудный поток подходит к потолку. Видите, я у него постепенно снимаю снизу листья и не даю расти боковым плетьем. Вот сейчас он до верха дойдет. И после этого я ему отпущу несколько боковых плетьей и все это пущу на потолок. А снизу у меня практически останется голый ствол. И то же самое будет и с Машей. Да, и, кстати, вот хотела показать. Порадоваться вместе с вами. Вот это Герман, которого я отщипнула. Видите, он выпустил росток. Прям активно стал подращиваться. Я его удобрила. Вот. Все остальные, которые у него тут в узлах были еще какие-то, я все отщипнула, чтобы этот росток шел хорошо. И у меня уже там вот, не знаю, видно или нет, вон там вот новенький герман растет. Вот. Ну и вот этот английский огурец, он постепенно цветет. Я его сама опыляю. Надеюсь, что на нем будут огурцы. И ему я натянула сетку вот здесь, вот видите, в торце эти плиты. Вот. Там дальше, даже если эту дверь открываешь, то эта сетка не мешает. И вот этот огурец я английский хочу сюда пустить, чтобы когда дверь открыта, его могли пчелы опылять. Они все мне самой трудиться. Так, ну что, взяли Машу. Взяли Машу и пошли. А, изумрудный поток. Вот второй огурец тут подрастает. Хочу его побольше отпустить, чтобы он, ну интересно, насколько большим он может вырасти. Помидорки у меня тут вовсю завязываются. Вот уже пошли. Первые томатики начинаются. Так, ну мы с вами уже с огурцом. Теперь пойдем-ка мы собирать клубнику. И в процессе, пока будем идти, как я обещала, хочу с вами поговорить. Поговорить хочу вот о чем. Вышел выпуск у нас про дворик нашей мечты. Спасибо большое вам за комментарии, за такую поддержку. Девочки-дизайнеры передают вам огромное спасибо. Им было очень приятно, что вы уже так в них верите, что они показали, на что они способны. Я дошла до клубники. Будем пока собирать и разговаривать. В общем, в этом выпуске все так поддержали нашу идею в основном. Вот. Но были комментарии, где кто-то писал, ой, у меня уже, извините, делень под ногтями. Да, кстати, я еду в Москву завтра. Буду делать маникюр-педикюр и красить волосы. Про это тоже сейчас скажу. Вон, какие здесь вот эти вот розовенькие, хорошенькие. Вот. И кто-то стал говорить, что нужно нам делать первым было спальню и заниматься верандой. Значит, хочу сразу сказать. Ой, еще одна ягодка нашлась. Веранду вот эту мы переделывать никак не будем. Она нас полностью устраивает, какая она есть. Единственное, мы, конечно, ее покрасим и снаружи, и внутри. Но со временем. Больше мы с ней ничего делать не собираемся. Вот. Ну, а кто-то писал, что мы вообще ничего не делаем. За Диму мы ничего не сделали. И темпы наших работ вообще никакие. И что нужно домом заниматься, а не обустройством зоны отдыха? Вот. Что могу на это сказать? Вы знаете, я по жизни пришла к выводу, что, ну, во-первых, меня не задели эти комментарии вообще никак. Вот это я сразу хочу сказать, да? Почему я об этом говорю? Я об этом говорю для других людей, которые тоже нам пишут в комментариях, что они, наоборот, считают, что мы очень много сделали, и что они в сравнении с нами, ну, чувствуют, что они вообще практически ничего не сделали у себя на участке. Вот. Могу вот сказать, что мое глубокое убеждение, которое пришло ко мне с возрастом, что соревноваться нужно только с самими тобой, да? И вот, например, я считаю, что мы с мужем для нашей семьи, для нашего дома, для нашей ситуации, для наших финансов в том числе, мы просто супер молодцы. Вот я прям оцениваю, что мы прям пчелы-трудяги. Вот прям пчелы-трудяги. И я считаю, что вот мы делаем вот столько ровно, сколько мы можем, и больше мы уже просто не можем. Не не хотим, а мы просто больше не можем. Потому что человеческие силы, они как бы конечные. И если ты начинаешь перебарщивать, а мы уже год этим занимаемся безостановочно, то у тебя в какой-то момент просто прекращаются силы, желания, и вообще все теряет смысл. Поэтому труд, особенно на благо собственного дома, да, на собственное жилье, он должен быть благодарным и приносить тебе радость. Радость созидания, радость от твоего труда, радость от процесса. У тебя должны быть на это и силы, и желания. Поэтому я считаю, что мы с мужем делаем все возможное и даже невозможное. Мы работаем практически круглосуточно, спим по 7 часов, по 6. И, ну, вот мы и больше делать не можем. Если у кого-то получается делать больше, чем мы, бежать быстрее, прыгать выше, работать сильнее, я за вас просто рада. Рада и счастлива. Вы огромные молодцы. А мы огромные молодцы для нас в нашей ситуации. Поэтому меняйте комментарии вообще никак, так как я не участвую ни в каких соревнованиях. И мы сами для себя определяем, что мы можем, сколько мы можем, сколько нам нужно. Поэтому никого никогда не слушайте. Вот как вы работаете в своем доме, насколько у вас хватает сил, вы и молодцы. Делайте меньше, чем мы. Вы молодцы для себя, понимаете? Делайте больше, чем мы. Вы тоже молодцы для себя. Супер. Мы на вас будем равняться. Все, причем, всем коллективам подписчиков будем равняться на тех, кто делает намного больше, чем мы. Супер. Я просто восхищаюсь вами. Но я больше не могу. Вот сколько могу, только и делаю. Поэтому у нас твои планы впереди, свои мысли. И нам не нужна веранда вот эта. Не нужна. А нам нужна вот там зона отдыха, над чем мы сейчас и работаем. Ну, собственно, об этом хотела вам сказать. В процессе показала вам, что расцвело еще. Вот это так меня все радует. Сейчас дособираем клубнику и потом соберем новый букет для вазы, чтобы поставить в кухню. Потому что тот с пионами уже немножко завял. Вот. И я смотрю... Расцвели кабачки. Причем, смотрите, кабачки расцвели, женские цветки. А мужских к ним не расцвело. Поэтому это будут пустоцветы. И вот тыква у меня пошла наверх расти. Ой, прямо у меня эти какие-то плантации. Смотрите, какой лист у кабачка. Это вообще просто какой-то зонтик. И вот-вот заведем. Учитывая, что год назад у нас, по сути, не было ни благоустройства никакого в доме, ни участка, ни этой клубники, ни этой капусты. Вообще ничего не было. Ни этих цветов, ни этой дорожки. Ничего не было, понимаете? И вот через год у нас вот столько, сколько мы смогли себе сделать. Мы очень счастливы от этого. Наполнены этим. Радуемся этому. Ну, а кто не может с нами порадоваться? Ну, радуйтесь чему-то другому. Нет проблем. Вообще никаких. Вот. Поэтому, вы знаете, тут я видела вчера публикацию в Инстаграме у Михалковой. Вот не Надежды, а вторая сестра. Татьяна, по-моему, она. Ну, вторая дочка Михалкова. Не Надежда. Вот здесь даже приведу ее профиль в Инстаграме. Сейчас просто пока клубнику собираю. Не могу посмотреть. Вот бывает, вылетает из головы что-то. И забыла, как ее зовут. Бывает, да, такое вообще. Вот. И она очень сильно похудела. Она ведет свой профиль в Инстаграме и поехала отдыхать с семьей, с тремя дочерьми и мужем. Выложила фотографии со своего отдыха. И ее поклонники, ну, многие, стали ее укорять, зачем она похудела, что она плохо выглядит. Ну, в общем, человек поделился своей радостью, как он на отдыхе там с детьми, понимаете. А в ответ огреб просто такое количество негатива. И это она не такая, и это она не сякая, и это у нее не так, и это у нее не то. И вот она очень хорошо всем ответила. Мне прям вот, честно, ну, откликнулось и очень близко ее, ну, то, что она сказала. Ну, смысл в том, что если человек публичен и делится чем-то в соцсетях, то это совершенно не значит, что он должен быть готов огребать вот этот негатив, который в душе у некоторых находится, понимаете. И если вам нечего сказать каких-то слов поддержки, то мне кажется, что не нужно просто ничего писать. Ну, пройдите мимо, и все. Вот так же и про нас. Если вам не нравится, как мы, что делаем, ну, делайте по-другому. Вот посмотрите на все на это и подумайте. Ага, вот они так делают, а я так не буду. И все. Ну, во всяком случае, вот так и поступаю лично я. Ну, а всем тем, кто, как и мы, строится, что-то делает, двигается куда-то вперед, я от всей души желаю, чтобы у вас все получалось по вашим силам, возможностям, чтобы у вас эти силы и возможности были, чтобы ваши планы осуществлялись, и чтобы все у вас в конечном итоге получалось. Вот смотрите, шелковица, какую ветку вырастила, прикиньте. Это вообще, она так начала свисать, вообще красота. Я так рада этому деревству. Просто оно замечательное. Вот такой вот у меня, видите, урожай с утра. Ну, здорово же, просто прекрасно. Прелесть не сказала. Да, и мы опилили чудо-вишню. Опять же, это вы нам в комментариях посоветовали. Большое спасибо. Сделали где-то выше на 5-7 сантиметров последнего вот живого места, где вот, видите, почка растет. И вот сюда мы 7 сантиметров примерно оставили. Она стала давать хорошую бодрую поросль. И прям все отлично. И вот здесь вот у нас ранункулюс. Первый и единственный пока хвост. Я хотя много сажала, но вот расцвел только один. Тоже прямо аленький цветочек. На ножке такой трогательный, нежный. Очень мне нравится. Так, ну что, пойдем делать салат. И будем мы завтракать, да. И надо новый букет в вазу собрать. Ну, вот такие вот у меня мысли сегодня. Не знаю, у вас что-то захотелось как-то так поделиться и поговорить. А то давно мы не разговаривали. Все огород и огород. Хотя поговорили в огороде. Ну, ничего, я завтра поеду в Москву. Думаю, что сниму влог из Москвы. И послезавтра я буду встречаться со своей одноклассницей. Как я вам уже говорила, мы вместе пойдем в консерваторию. И я думаю, что это будет вообще очень интересный выпуск, потому что она очень интересный человек. Ну, и консерватория, мир музыки, мир искусства. Думаю, что это всем понравится. Синь, конечно, как-то пасмурно. Ну, так вообще. Мишка. Дозревает, кстати, получше становится это купчиха. Желкальце тоже послаще. Ну, ладно. Давайте с букетом будем прощаться с этим. Ваза у меня, видите, подтекает. Поэтому она стоит на тарелке. Она подтекает, причем у нее как бы дырки нету. Подтекает она сквозь поры керамики. Первый раз, в общем-то, с таким сталкиваюсь. Шланг еще не подключили. Вот тоже. Валер вчера подключал плиту. Он делал это первый раз в жизни. Ну, разбирался там в интернете, инструкции читал. Ну, вы знаете, как маму к этому относится. Но зато он все очень качественно в итоге делает. Ну, вот у него на это ушло, наверное, часа четыре. Чтобы разобраться, все сделать, подключить. Ну, это же время, его надо откуда-то взять. Знаете, вот тоже, казалось бы, там. Ну, что такое? Подключить плиту. Почему до сих пор не пользуетесь кухней? Ну, потому что временно все нужно. Ну, кроме этого, есть какие-то дела и по саду, и по огороду. Ну, масса, масса всяких. Ну, что мне вам рассказывать? Сами прекрасно знаете, кто трудится в своем доме... Ой, колокольчики. Колокольчики же распустились. Красота какая. Кто трудится в своем доме, тот прекрасно меня понимает. Я вчера вышла на полчаса в теплицу. Ой, вот еще розы. Прямо, вот видите, я хожу, не могу остановиться. Вам все это показываю. А у меня, поскольку здесь эта груда дерева лежит, с этой грудой дерева не видно всю красоту моего этого цветника. У меня здесь, видите, во-первых, лилии вот-вот распустятся. Они обалденные, темно-бордовые. В прошлом году только одна цвела одним цветком. Я прямо их жду. Розы. Аж трех видов красоточки. Вот это вот кардана. Посмотрите, какое великолепное цветение. А дождь прошел ночью. Она еще и с капельками воды. Аромат такой стоит. Астры вон набираются. Тоже, я думаю, что скоро уже бутоны у них начнутся. И вот эти вот гвоздички. У них такой цвет. Красивый, розовый, яркий-яркий. В общем, вот такой вот у меня тут цветничок, который, к сожалению, нам сейчас практически не видать. Ну вот, я вчера вышла на полчаса полить тепличку. Было три часа дня, жары не было, поэтому, в общем, пошла днем, у меня было время, пошла поливать тепличку. И что вы думаете? Я вернулась домой в 7 вечера. При этом я пропустила премьеру. Вчера уже была премьера выпуска про дворик. Собственно, вот я в нем стою в этом дворике. И я все пропустила, потому что так увлеклась. Думаю, ага, надо натянуть сетку, огурцы уже подрастают, надо горох подвязать, надо хризантемы, которые я черенковала, посадить. Нужно мангольд рассладить. Ну все, зависло, понимаете? Поэтому столько дел, время пролетает незаметно. Но на самом деле, если ты смотришь по итогам, я говорю, сравниваешь себя с тобой вчерашним, и понимаешь, что вчера у тебя не росла капуста, вчера у тебя еще не было вот таких шапок цветов на гортензиях, вчера у тебя еще не было клубники. А если ты сравнишь себя месяц назад, полгода назад, год назад, ты понимаешь, что ты просто суперкрут. Вот суперкрут, понимаете? Мы с мужем суперкрутые ребята. Вот это вот мое четкое убеждение. Кто так не считает? Это ваши личные трудности. А мы с мужем суперкрутышки. Пока болтала, придумала, из чего будем делать букет. Вот возьмем, здесь у меня, вот она сныть зацвела. Возьмем ее. Этот вьюнок, с одной стороны, конечно, красиво, вот он вьется по вот этим вот композициям, а с другой стороны, конечно, это редкая гадость, с которой я борюсь по всему участку. Так, в общем, это у нас будет начало нашего букета. Вот, очень она хорошо в букетах смотрится, эта цветущая сныть, несмотря на то, что это уже редкий паразит сада. Я, кстати, гордению вынесла на улицу. Она тут сразу радостно затвела и вообще очень хорошо себя чувствует. Эта лестничка мне так нравится. Ой, я компотика увидела. Он заходил с утра поел. И основой моей композиции сегодня будет вот этот ярко-рыжий солнечный лилейник. Посмотрите, какие радостные цветы, да? Сегодня день пасмурный, даже вот там черная туча идет. А лилейник радостно-оранжевый. А здесь возлежит кот Компот. Компоша, как тебе тут лежится на теплых камушках? Греешься? Да, греется. Ой, очень хороший котик-то, очень. Пузеньку свою греешь, да? Да, вот такой хороший Компоша. Компоша хорошая киса. Да, ты довольная киса? Довольная, умываешься. Умываешься, лежишь, да? Меня хочешь схватить. Вот такой хорошенький, хорошенький. У кого такие пушистые лапки? Так, вот Компоша по кайфу. Везде свои у него местечки. Так, ну что, режем. Ну, вот у нас получается белая с оранжевым. Нужно бы сюда еще что-нибудь добавить. Сейчас мы подумаем, чего. На самом деле, это такой увлекательный процесс. Можно собирать разные-разные композиции. Не хватает нам сюда, наверное, зелени нам сюда не хватает. Сейчас вот мы прямо у лилиника вот этих листиков немножко и настряжем туда доставим. Ну-ка, посмотрим, как будет получаться. Да, хорошо будет. Надо добавить. Я закончила делать букет. Мне кажется, что сочетание белого с оранжевым и навешанное вот этими листиками все вместе получилось очень красиво. Так, свежо, радостно. И, конечно, вот эта ваза, я от нее балдею. Она просто уникальная. Она подходит ко всем цветам. Чтобы туда не поставлю, все очень хорошо смотрится, согласитесь. Сочетание белого с оранжевого цвета. Ну, ладно, пойдем посмотрим в интерьере кухни. На старых ступеньках очень красиво. Да, кстати, вот мне тоже нравятся наши старые ступеньки. Мне даже жалко их красить. Они так как-то вот по-душевному смотрятся. Вот, ну, конечно, придется со временем их покрасить. А здесь, смотрите, у меня питунья махровая расцвела. Несколько цветочков сразу дала. Я ее прищипнула. Специально, вот, отшелков эти руки все черные. Специально, чтобы она начала боковые побеги выбрасывать. Очень хорошо. И так прекрасно разрастает вот этот белый кустик под окном. Я думаю, что прям еще чуть-чуть он уже свисать отсюда. Начнет такое плотное цветение. Красота. Ну, вот букет в интерьере кухни. Мне кажется, великолепно он тут смотрится. Будет нас радовать своим солнечным рыжим цветом несколько дней. Ну, что? На этом на сегодня хочу попрощаться с вами. Такое получилось у нас сегодня утро лентяйки. Вот. И я не уговариваю себя, что у меня все хорошо. И что мы с мужем молодцы. Я напоминаю себе сама об этом. И я хочу, знаете, от всей души пожелать всем тем, кто сейчас, как и мы, находится в ремонте. И в ремонте что? В ремонте главное не пасть духом и не сойти с ума. Потому что когда ты долгое время живешь в ситуации тяжелого бытового комфорта, в ситуации, когда у тебя какие-то бытовые и финансовые, и даже межличностные трудности, потому что в ремонте очень тяжело не поссориться и прийти к консенсусу. Это вообще испытание для всех людей, для каждой семьи. Вот когда ты долгое время в этом находишься, то в какой-то момент тебя это начинает, мягко говоря, удручать. И чтобы не сойти с ума во время ремонта, не переругаться, нужно напоминать себе ежедневно, ежечасно, ежеминутно, какой ты молодец. Вспоминать себя вчерашнего, у нас прям сегодня такая красная линия через весь влог, да? И напоминать себе, что у тебя появилось. Когда ты находишься в ремонте, у тебя каждый день маленькими шажками, даже если вы в этот день вообще ничего не делали, а только пол подмели, то по сравнению с мусором, который был утром, у вас уже сегодня намного лучше. И обязательно в процессе ремонта находите время для отдыха, для того, чтобы отвлечься, для того, чтобы куда-то съездить, для того, чтобы порадовать себя букетом цветов. И обязательно сделайте себе какой-то уголок отдушину, понимаете? Помните, в прошлом году, когда у нас вообще была разруха везде, и в доме, и на участке, мы сделали эту летнюю кухню, у меня там вьюны заплели все, и мы там завтракали, и наслаждались там комфортом, чистотой и порядком. И нам там очень-очень нравилось, это создавало нам настроение. И тот сад, который в прошлом году я растила, да, там цветы посадила, однолетники, там газон сделала. Это все было для того, чтобы поддержать морально моего мужа, который каждый раз заходил в дом, где были разрушены полы до основания. Понимал, что скоро наступит осень и зима, нужно торопиться, и чувствовал ответственность. И это его очень морально придавливало, конечно же. Но выходя в сад, он радовался цветам, радовался газону, радовался мне, который бегает с цветочками радостно, да, и кормит его там первой клубничкой. Поэтому находите всегда радость в моментах вашей жизни. И именно в этом случае вы все сможете, вы все закончите, и все сделаете именно так, и мечты ваши сбудутся. Ведь дальше будет только лучше, сказала она свой девиз. Ну, на этом я хочу на сегодня с вами попрощаться. Большое спасибо, что были со мной, и вы, конечно, во многом мое вдохновение. И мой источник сил, потому что хороших комментариев, хороших людей, людей, которые нас поддерживают, которые вместе с нами строятся, вместе с нами ремонтируются, сажают огород. Их, конечно, очень-очень много. И я вас всех люблю, вижу, чувствую, и ежедневно жду встречи с вами и ваши слова поддержки в комментариях. Ваш Таша Муляр, мы сейчас будем завтракать. Ну и пока-пока, до новых встреч на канале! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!